Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 там последний сколько получается, 3-4 года, да, и таких фестивалей гораздо, ну, немало, которые включают год короткого метра. Вот, скажите, на самом деле короткометражное кино популярно давно, потому что все дипломники, в тренде, да, популярно давно, все дипломники в ГИКа или высших режиссерских курсов, они же защищаются, как правило, короткометражными картинами, редко кому удается защищаться полным метром. И одно время на канале Культура довольно часто показывали короткометражные картины первые, допустим, того же Никиты Михалкова, Тарковского, Кольчевовского и других режиссеров, и эти картины были всегда самодостаточны. Другое дело, что эта тенденция в мире нарастала, 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 и вот последние, наверное, лет 15 большое количество новых фестивалей короткого метра появилось. На днях закончился фестиваль короткого метра в Калининграде, короче, ему уже 10 лет, и Сильянов там руководил этим фестивалем, сейчас они передали бразды правления Федору Бондарчуку, и Ситоре Алиевой, которые, лишившись кинотаба, решили придумать на будущий год в Калининграде фестиваль дебютного и короткого кино. Ну, Калининград сейчас, конечно, такое действительно интересное, там проходил фестиваль международные балтийские дебюты, к коему я тоже имел отношение в Светлогорске, но сейчас из-за этой ситуации, к сожалению, с международными фестивалями будет сложно. А вот российские, наоборот, растут как грибы. Конкурсы короткого метра есть практически на многих сейчас фестивалях российских. И, например, в этом году, например, на «Урск-осень» было подано заявок 400 короткоритражных картин. Наш программный директор Александр Жукова, она выбрала только 24. Но, значит, остальные тоже где-то показываются. У меня был большой фестиваль в Латвии, в Резакне, то есть событий, Open Place, международный фестиваль короткометра стран Балтийского моря. Всегда интересна такая коллаборация. Хочу сказать, что многие известные актеры с удовольствием принимают участие в этих проектах, потому что из них потом многие тоже вырастают в некий киноармонах. Если вы помните, в общем, я люблю Москву, там, и так далее, да, делать короткометражки, это очень интересно. А если еще не сквозной герой, вдруг неожиданно возникает, то ощущение, что это полнометражная картина. Вытеснит ли короткий метр полный? Вряд ли. Так же, как говорили, об умирании театра в свое время, придет телевидение, чего, слава богу, не наблюдается. Я сегодня, кстати, посетил ваш старооскольский театр, и до сих пор под впечатлением нахожусь. Я не был на спектаклях, но посмотрел все залы театра, и прямо у меня мечта закралась. Начну как-то обрабатывать Семену Михайловичу, чтобы нам там что-то придумать. Я знаю, что он туда не будет пускать пришло, но я думаю, найдем какой-то может компромисс. По крайней мере, до сих пор под впечатлением. И знаете, что он сегодня нашел в старооскольском театре фотографии актера. Я думаю, боже мой, что же это такое со знакомым лицом? Если посмеетесь, смотрю, Леша Солончок. Он играет в вашем театре, до этого играл в ДОКе, закончил вообще Петербургскую школу при Балтийском доме. И смотрю, смотрю, вы дайте ко мне, Аня, телефон. Я позвонил, что не может быть, я его в кино, может, и видел, но точно где-то с ним встречался. Леша подъехал в гостиницу. Сидим, разговариваем. Леша, директор, говорю, Саша, Федорченко у нас точно не мог быть. Она говорит, когда еще, август-осень, была непремьерной. Потом выяснилось, что он снялся у Рустама Хамдамова в «Мышке без зна». И вот нашла Хасана Камень, тоже был такой авангардный проект. Так что, видимо, я стал антивы артисты, имеющие отношение к кино и работе в вашем театре. Поэтому я очень надеюсь, что на будущий год мы еще и театр как-то будем молить Бога, чтобы задействовать. Извините, я вышел в них ту стихи, когда как-то вспомнил про то, что и кино к кино, и имеет отношение к Старому Аскому. В любом случае, формат «Короткий метр» — это самодостаточная история по одной простой причине. Потому что не все мы с вами рождаемся с фамилиями Бондарчука и Миколкова. И для молодых начинающих кинематографистов это практически единственный шанс попасть в большое кино. Потому что показывая, сколько «Короткий метр» на фестивале, это шанс для сценариста, чтобы вы позволили писать сценарий для большого фильма, для режиссера, чтобы вы позвали на хороший проект, неважно сериала бы, либо «Короткий метр» на фильме для артиста, получить главную роль в каком-то большом проекте, с большими деньгами, чтобы стать известным, популярным, любимым, чтобы им брали автографы. Поэтому «Короткий метр» будет всегда. «Короткий метр» — это больше о мастерском кино, о творчестве. И последний для перетражку сделал период сверху для проекта H&M. То есть он сделал этот перетраж более коммерциализированным, что вот может ли перетраж на фильме пойти в коммерческую историю? Да. Вы говорите про кинотеатры? «Онлайн-платформы» Вы знаете, полно кинотеатров, да, онлайн-кинотеатров, ОК, Мегафон ТВ, ИВИ, легко, пожалуйста, полно дистрибьюторов, которые занимаются в том числе продвижением коротких метров, легко. «Онлайн-платформы» Конечно, конечно. Зайдите, забейте в поисковики и поймите. Просто то, что касается кинотеатров, естественно, сложно, да, там, дать выезд в кинотеатры в прокате одному короткому метру. Это надо делать либо какую-то серию специальных показов, либо вот снимать вот в подобии «Альманах», когда ты объединяешь несколько историй в одну историю. Самостоятельно, конечно, но это сложно. Либо большие деньги просто в свое удовольствие человек дает, выгидывает, то есть то и так запускает один короткий метр. Всякая удовольствия, видимо, возможно быть. Я абсолютно согласен, но я не так много видел коротких метров вообще в своей жизни, но так как я присутствую почти на многих фестивалях Сергея Владимировича, я постоянно хожу, смотрю, то есть и полный метр, и короткометражный, и я вижу очень много хорошего короткометражного кино, то есть, ну, допустим, у меня, один из самых любимых коротких метров – это время жить и время умирать. Мне кажется, это полная коммерческая история, и он реально классный. Ну, опять же, плюс, там можно оптимизировать расходы. Если очень хорошая история попадается, да, режиссеру, от сценариста, потому что все начинается с истории, понятно, да, то, допустим, медийных артистов можно затянуть в проект бесплатно. Они с удовольствием снимаются, особенно у дебютников, да, не беря за эти гонорары, за эти гонорары. Поэтому тоже вот были… А это обычно, насколько я слышал, про фестиваль, это вообще такой фестиваль, но это вот… Большую часть фестиваль – это, конечно. Ну, она платформа сейчас выкладывает. Вы знаете, я думаю, что старшее и среднее поколение вспомнит замечательные грузинские короткометражки Михаила Кабахинза, помните, «Свадьба», «Кукшир», которые были самые достаточные, и их даже показывали в кинотеатрах тогда. Просто сейчас, наверное, время другое. Фитиль, помню. Фитиль, да. Фитиль, да. Они уже имеют, да, право на существование. И кинотеатрах раньше в советском время был юность. Вот ребята, учащиеся в ДИКО, они объединялись, и такие кинотеатрах выпускались. И молодость еще в конце 80-х. Я тогда как раз руководил секцией молодых фильмотографистов, и помню, что это было популярно. Сейчас, наверное, все-таки молодежь по-другому настроена. И она очень много смотрит в интернете. Я думаю, что если в этой коммерциализации, то скорее нужно на платформе идти выпускать. На Ундай. А в какие страны мы в хожи остались сейчас вообще по показу? Мы в хожи остались во многие страны. Тем не менее. Мы даже сейчас с Максимом были в начале июля в Испании, где у нас, несмотря и вопреки, прошел фестиваль русского кино «Авторе Виехе». Наш партнер провели, хотели украинцы с флагами, но мы все равно провели его. Мы съездили даже в Бразилию, где сейчас у нас несколько лет там проходит фестиваль русского кино. И возобновляем эту историю. Ну, не говорим про азиатский континент, естественно. И Китай, и Индия, и Иран. Иран очень продвинутая страна в плане киноиндустрии. И кто интересуется кинематографом, знает, что иранские кинематографисты давно уже перепрынули, допустим, тех же южнокорейцев, которые получали призы. Иран Завойер в Камерске, в Берлине, в Венеции. Вообще, Юго-Восточная Азия, особенно филиппинское кино, очень интересно с точки зрения фестивального движения. Поэтому нас много где ждут. Арабские Эмираты, я знаю, нас поддерживают. По музыке... Не про политическую составу. А я имею в виду по творчеству. По музыке они поддерживают. Вот не ушли, не отвернулись. Это не моя компетенция. А что касается кино, то Латинская Америка достаточно интересная в плане того, что они производят и ждут. Другое дело, что, конечно... Вот, например, в Японии тоже, несмотря на то, что политика является руководством недружественной, но, я думаю, у нас не даст соврать. То, что я хотел сказать. Да, но мы не ощущали себя какими-то изгоями. У нас инфрациальная команда была французская актриса, английский актер, гример из Бразилии, японская команда, наш режиссер, наш оператор. И когда я встречался с послом, то он, наоборот, сказал, что давайте вот так вот с нашим послом в Японии действительно продвигать и привлекать те силы, которые нас поддерживают. Более того, шесть лет мы там проводили фестиваль русского кино. Более пытливой зрительской аудитории, чем в Токио, я не видел. Они всегда оставались после показов и обсуждали часа по два фильма. Причем там вот как раз так же, как здесь вы записываетесь. И это какое-то наслаждение было для наших режиссеров. Мы привозили фильм Рустама Хандамова «Мешок без знаков» в относке о Катагане. Он был удивлен вопросом и глубиной вопросов, которые давали японцам. Да, они готовятся, и пока им не скажешь, а сейчас последний вопрос, они бесконечно продолжали их задавать. Поэтому, к счастью, большинство трезво мыслищих людей, в общем, везде есть. Нужно отделять политиков от людей. Все верно. Несмотря на всю пропаганду, как это ни странно, мы были не только сейчас вот за две недели, были в Люксембурге, в Голландии, в Турции. То есть мы сейчас делаем еще в октябре, в прошлом году, в этом году, в ноябре, фестиваль русского кино в Турции. В общем, востребовано наше кино. Есть публика, которая ходит, есть смешанные семьи, есть те, кто интересуется нашим кинематографом. Поэтому… Да, и в том числе не только русскоязычные, те, кто проживает там. Вот, а приходят, соответственно, и испанцы, и турцы, и турки с модой, потому что мы делаем фильмы с субтитрированием. Соответственно, они понимают, про что истории смотрят на экране. Ну, и как вы знаете, 26-го открывается Московский международный кинофестиваль, вопреки всему, и как раз кинематограф стран Азии, Латинской Америки и Африки будут представлены, как и в составе жури и прочих. Так что, кто до Москвы доберется, он закрывается 2-го сентября, 26-го открывается. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы вас тоже не пригодим. Спасибо большое. Смотрите и пригодим.